МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Яна Таран. Здравствуйте. И главное к этому часу. Мужская работа у белорусских горняков. Сегодня профессиональный праздник. Чрезвычайное происшествие в Азербайджане. На оружейном складе гремят взрывы. Борьба умов и спортивный интерес. Молодежный фестиваль Олимпия на берегу Ислача собрал 800 участников. Увеличить экспорт еще на 4%. Такую задачу ставит перед собой Беларусь-Калий, предприятие одной из крупнейших в мире по добыче калийных удобрений. Каждая шестая тонна на земном шаре поднимается из солигорских недр. Шахтеры Беларусь-Калия держат седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. Более 90% продукции уходит за рубеж на рынке 70 стран. Тысячи человек трудятся в глубоких горизонтах соляного гиганта. И сегодня у белорусских шахтеров профессиональный праздник. В городе Горняков в Солигорске этот день отмечают почти в каждой семье. С каждым годом у нас оборудование обновляется. Раньше комбайны, вот сейчас у нас и дистанционное управление на комбайнах идет. Раньше такого не было, когда я приходил, все управлялось вручную. Техника модернизируется, улучшается, облегчается человеческий труд. Именно физического труда становится меньше. Комбайны становятся мощнее и позволяют добывать больше руды. И при этом поддерживать качество руды. Сейчас Беларусь-Калий разрабатывает еще несколько месторождений. Самым крупным станет Петриковская. Здесь строят горно-обогатительный комбинат. Вдали от войны завершается отдых сирийских ребят в Беларуси. 80 детей из Сирии по приглашению президента Александра Лукашенко две недели находились на оздоровлении в нашей стране. Их принимали детские лагеря «Зубренок» и «Родничок». Помимо разнообразных оздоровительных процедур, программа была насыщена многочисленными экскурсиями и развлечениями. Дети побывали в Мирском и Несвежском замках, аквапарке, национальной библиотеке, этномузее. Кроме того, все они прошли медицинское обследование. И для одной из девочек приезд в Беларусь стал жизненно важным. При обследовании у нее обнаружили опухоль. Она была успешно прооперирована белорусскими хирургами. И сейчас чувствует себя хорошо. Я очень рад, что сюда приехал. Мы здесь увидели вещи, которые не видели никогда в жизни. Необычно. Тарзан парк. В Минске мне понравились трамваи и троллейбусы. Я буду очень-очень скучать по Беларуси. Для детей, которые жили со взрослыми в плену и рано повзрослели, это очень важно. Они здесь стали более радостными, почувствовали вкус жизни. Здесь настолько доброжелательное отношение, что мы чувствуем себя как дома. Как ребята с головой окунулись в беззаботное детство, которого лишены у себя на родине. Подробнее о белорусских каникулах сирийских детей сегодня вечером в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ. К событиям в мире. В Азербайджане на оружейном складе гремят взрывы. По поступающим данным, пострадали несколько человек. На место происшествия направлены 10 машин скорой помощи. Однако медики не могут подъехать. Приближаться к складу слишком опасно. Из населенных пунктов эвакуируют местных жителей. Также перекрыта магистраль Баку-Граница России. Очередной тайфун надвигается на южные районы Китая. Максимальная скорость в его эпицентре 33 метра в секунду, что равносильно 12 баллам. В Международном аэропорту Гонконга отменены или задержаны 350 рейсов. В американском Техасе тем временем приходит в себя после мощнейшего за последние годы урагана Харви. Он почти сутки терзал Тихоокеанское побережье, в конце концов утратив силу до тропического шторма. Но след в регионе оставил разрушительный. По предварительным данным, жертвами стихийного бедствия стали 3 человека, 10 пострадали. Разрушено множество домов, поврежден морской и наземный транспорт. Без света остались 300 тысяч жителей. В некоторые районы Техаса уже пришло наводнение. Молдова отмечает День независимости. 26 лет назад парламент республики принял декларацию о суверенитете. По этому случаю по всей стране проходят праздничные мероприятия. Основные торжества развернулись на центральной площади Кишинева. Завершится праздник фейерверком и лазерным шоу. С Днем независимости президента Молдовы Игоря Дадона поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что общими усилиями мы продолжим активный межгосударственный диалог, имеющий всесторонний характер и полностью отвечающий интересам Белоруссии и Молдовы. Песни у костра и обед из котелка. Молодежный фестиваль «Олимпия» проходит в эти дни на живописном берегу Ислыча. На спортивно-образовательный уикенд съехались более 800 человек из всех регионов страны. Времени расслабляться было немного, дни расписаны буквально по минутам. Семинары, мастер-классы, встречи с известными людьми и активный отдых. Команды соревновались в перетягивании каната, толкании гири. Прошли соревнования по футболу, творческие и интеллектуальные конкурсы. В Палаточном городке три дня провела и команда СТВ. Конечно, участвуя в каждом конкурсе, очень хочется быть первым, быть лучшим. Мы очень стараемся. Я думаю, что у нас все получится. Сегодня фестиваль завершается, но организаторы обещают, в следующем году «Олимпия» вновь соберет друзей. Такова информация на этот час. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Присоединяйтесь к нам и в социальных сетях. Наш следующий выпуск в 16.30. Присоединяйтесь к нам и в социальных сетях.